Мы приступаем к созданию кадра номер 4 Я его сохранил как шут 4 Здесь мы будем делать самое элементарное действие И данный урок будет не слишком длительный Мы будем наш бэкграунд менять с синего на оранжевый Как это сделать? Думаю вы уже догадались на самом деле Мы просто продублируем данный бэкграунд Ctrl D Ой, Shift D Ctrl D это для других программ Shift D И мы немного наш бэкграунд двигаем Немного буквально назад Теперь выбираем этот бэкграунд Со стороны камеры мы выбираем бэкграунд, который мы скопировали и перенесли чуть-чуть назад за основной бэкграунд Выбираем нижнюю часть Жмем минус в материал У меня есть созданный уже материал Мы его Ctrl C Сеттингс, Ctrl Важмем Так, смотрим как этот материал выглядит Emission выбираем естественно И здесь выбираем следующие настройки Красный у нас 0,722 Зеленый 0,275 И в синий 0,721 Копируем Естественно выбираем здесь Orange Bottom Теперь заходим на тот материал, который находится сзади в верхней части Ставим минус Жмем 0 Жмем New Orange Top Здесь ставим Ctrl V Ctrl V Только здесь А, и здесь выбираем Emission естественно Так, Emission, Emission, Emission Есть Только здесь Включаем этот Нажимаем на цветной полосочке Цветовой полосочке И здесь Бегунок Увеличиваем До самого верха Окей, мы все сделали Давайте посмотрим, как это будет выглядеть через камеру Будет ли вообще заметно То есть видите У нас все сзади Но не заметно Того, что Здесь находятся два бэкграунда Что теперь мы делаем Переходим в Material Выбираем один из бэкграундов Нам нужно его поднять вверх И по диагонали Ставим здесь В нулевом кадре В первом кадре Ключ Location Перемещаемся в двадцатый Давайте в десятый даже кадр переместимся Если что, просто потом переместим Перемещаем Наш бэкграунд Сюда Перемещаем вверх Смотрите, что здесь За счет этого бэкграунда второго можно сделать Можно выровнять его по линии верхнего бэкграунда Нижнего, точнее Нижней подложки G по Z И вот мы его выровняли Теперь давайте Все-таки переместим его Так, чтобы он скрылся Так, чтобы он скрылся И выравниваем по линии Есть И в десятом кадре Ставим I Location Z То же самое проделаем С другим Нашим Бэкграундом Ставим В первом кадре Location В десятом кадре Смещаем его Ставим Z И смотрим, как мы его смещаем Ну, в принципе Можно так оставить Можно, естественно, вот G Вот так лучше сделать И ставим здесь I Location Включаем материал Переходим на первый кадр Смотрим, не быстро ли это будет А Это Единственное, что я хотел бы исправить На самом-то деле Это Вот Вот эти вот Кривые Они мне не нравятся Что они здесь у нас Выглядят как Нечто Такое Прямоугольное Лучше сделать их Вот такими вот Красивыми Сейчас посмотрим, насколько это изменится Тап Переходим сюда И то же самое проделаем здесь Не обязательно делать все Именно Красиво Так как это будет в движении Оно будет размываться Но Важно, чтобы Это было Выглядело Не совсем Кругло Не совсем Квадратно Так как у нас Такая более Стилизованная Анимация И более такая Мягкая Анимация Давайте посмотрим Ну вот уже Уже Лучше Есть небольшой Такой зазорчик Ну я думаю Он даже будет играть нам В некотором роде На руку Смотрите Что произошло У нас сейчас Анимация Ставим Ай За счет того, что мы сделали Наши Незакругленными Наши Угловатости У нас они выступают Поэтому мы Чуть-чуть Корректируем Нашу анимацию Ставим Ай Локэйшн И проверяем еще раз Ну я думаю Довольно таки Мило получается Альта Можно конечно Сделать Секунду Чтобы это все было Давайте Все таки Сделаем на секунду Мне кажется Так будет лучше Все таки Какая-то Динамика такая Потерялась Но тем не менее Мы видим Что фон меняется Окей Этот Еще раз Ctrl S Я сохраняю Под Animation Blends Shot 4 Blend И этот файл Вы можете увидеть То есть он Самый простой Но тем не менее Он эффектно Будет выглядеть В самой Анимации Все До скорой встречи В следующем уроке Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...